О ситуации с авиа-рейсами в республике. Представляться мне надо? Нет, мы уже знаем, что вы, Вадим Викторович, расскажете нам очень много важного интереса. Может быть, то, что вас интересует, постараюсь рассказать, конечно. В соответствии с решением Национального антирористического комитета с 20.00 московского времени 6 ноября отменено выполнение всех рейсов чартерных и транзитных на территорию республики Египет. В целях выполнения решения Национального антирористического комитета, а также, учитывая, что жители Красноярского края могут являться потенциальными туристами, Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю организована следующая работа. Под руководством председателя правительства проведено КЧС, на котором расставлены всем задействованным ведомством и службам задачи. С учетом полного информирования населения края организована работа оперативного штаба на базе Главного управления. Непосредственно в аэропорту Емельянова работает оперативная группа Главного управления, в которую входят представители психологической службы. Организовано взаимодействие с транспортной полицией, организовано взаимодействие с администрацией аэропорта. На сайте Главного управления размещена вся необходимая информация, в том числе и бесплатный телефон горячей линии, по которому любой гражданин может уточнить информацию по данному вопросу. Перед зданием аэропорта установлен мобильный комплекс информирования населения, на котором также организовано информирование по бегущей строке. В рамках постоянного информирования пассажиров аэропорта осуществляется информирование по громкоговорящей связи, доведением всей необходимой информации. Данная работа будет проводиться до особого распоряжения. В целях всестороннего информирования потенциальных туристов, которые могут убывать либо через Москву, либо через другие города, такие как Санкт-Петербург, в республику Египет. Правильно вы понимаете, что в том числе в составе группы Емельянова работает психолог? Да. Его функционал заключается в следующем. Если кто-то из пассажиров, которые могут прибыть в аэропорт и являются транзитным пассажиром, возникнут какие-то вопросы, связанные с эмоциональным психологическим фоном в рамках того, что люди купили, может быть, билеты и не смогут осуществить свою поездку по турпутевке. Поэтому, конечно же, здесь необходима работа психологов, чтобы отработать с тем или иным гражданином в рамках той задачи, которая стоит, чтобы снять социальное напряжение. Может быть, мы тоже обратимся с каким-то... именно к красноярцам с обращением, с просьбой понять, подождать, успокоиться и к этой информации отнестись нормально? Ну, конечно же, первое, то, что по линии Аэрофлота, насколько мы уже знаем, идет непосредственная работа с теми пассажирами, которыми они продали свои билеты для дальнейшей следования в Республику Египет. Люди, соответственно, информацию получают и плановым порядком, конечно же, осуществляют сдачу билетов. Ну и хотелось бы к жителям Красноярского края обратиться, что действительно ситуация такая, что в рамках безопасности жителей нашего государства, в том числе и Красноярского края, необходимо принять данную ситуацию как должное, по возможности решить этот вопрос с теми туроператорами, у которых они приобретали путевки. И по всем вопросам, которые возникают, конечно же, можно обращаться через телефон горячей линии, либо непосредственно через своих туроператоров для решения данного вопроса. Еще был такой момент, федеральные, по крайней мере, коллеги об этом говорили, что люди приезжают в аэропорт, им ставят печать о том, что они прибыли, чтобы они могли потом с билетами разобраться. Это вопрос к авиакомпании? Да, это, конечно же, вопрос к авиакомпании, но вся необходимая информация, конечно же, можно, те пассажиры, которые будут планировались к вылету с аэропорта Емельянова, на всех регистрационных стойках, информационных стойках в аэропорту Емельянова организована эта работа, и, конечно же, можно уточнять через, прежде всего, через справочную службу. То есть тому, кто дома услышал, что у него не будет рейса, нужно созвониться с оператором, чтобы принять решение, ехать за этой печатью или нет? Конечно, конечно. Можно эти вопросы решить. А там, если бы ваши люди в аэропорту, то есть если бы к ним обращается пассажир потенциальный, то есть его там дальше представители вашей службы куда-то перенаправляют, ориентируют, то есть, что по такому вопросу нужно там связаться с оператором, по такому вопросу, с администрацией аэропорта, то есть они эту работу выполняют? Да, есть, конечно же, пояснение, вот объявления по отмененным рейсам размещены на всех стойках и в билетных кассах и в пунктах регистрации проводится разъяснительная работа с пассажирами. То есть в пункте регистрации непосредственно с участием администрации аэропорта решаются те или иные вопросы, которые могут возникать у потенциальных пассажиров. Вот насколько у меня есть предварительная информация, что по крайней мере по линии аэрофлота на сегодняшний день у нас транзитных пассажиров нет. То есть такой как бы острой проблемы нет. Но по другим авиакомпаниям, конечно же, эту работу точно мы сейчас сказать не можем, потому что такая информация только может иметься с аэропорта вылета непосредственно с города Москвы либо с того города, откуда взят билет. Поэтому здесь, конечно же, этот вопрос, он находится в работе. Поэтому у нас создана организована работа межвидетельствующих.